всем привет друзья и сегодня вы на канале шестеренка с вами опять я макс и у нас очень интересная штука это android tv box это модель tx 95 неизвестного производителя но может название какой то есть но все равно это вам ничего не скажет и здесь этого не написано и так работает эта штука на процессоре с 905 x на corex a53 и видео чип это мали 450 так 2 гигабайта памяти автоматической апгрейд самое что интересно у нее стоит очень хороший вай фай то есть это 2 и 4 5 гигагерц что еще шанс гигабайт встроенной памяти но в принципе здесь ничего а поддержка естественно поддержка 4k и android 6 0 сейчас мы посмотрим что внутри подключим телевизору и попробуем запустить я записал фильм на 56 гигов открываем а вот и он вот это все что есть вас ну по сути больше ничего и не надо итак здесь идет 2 юсб потом аудио кабель hdmi кабель розетка и сетевой провод спереди по бокам здесь по моему микрофончик стоит не знаю может что-то еще есть осмотреть здесь еще память для sd карты на 128 гигабайт он поддерживает то есть мой микро sd вы можете сюда вставить я честно говоря даже не знал так дальше что у нас дальше в коробке идет а дальше в коробке у нас принципе ничего особенного и не идет это адаптер hdmi кабель и пультик с инструкцией пульте кстати очень минималистичный то есть в принципе здесь нет ничего в нем я кстати даже не знаю если здесь вот он какой выглядит очень даже неплохо так батареек нет так возьмем кабель который давался прям тут по умолчанию подключаем все это дело к тиви боксу принципе и все по большому счету включаем на самом деле это очень удобное устройство я вам хочу сказать для тех людей кто еще не обновил телевизор либо у кого у телевизора собственная с и вы если хотите пользоваться там допустим вашими вайберами skype всем чем угодно вы можете пользоваться отсюда видите загорелся синий индикатор сейчас я включу и 3 а батарейки сюда идут не 2 а от 3 а батарейки вот такой у вас получается маленький пультик надеюсь вам все видно вот идут переключения так на самом деле я включила первый раз давайте зайдем сначала в настройки посмотрим что вообще есть так вай-фай пайпал сразу видите 5 гигагерцовую мою сеть сейчас она подключается к моей домашней сети так все подключено так назад восстановление диск обдейт bluetooth включен а кстати видите здесь есть и bluetooth не знаю зачем правда нужен вай-фай-пи кейбл так дисплей для телевизора аудио сеттинг аудио сеттинг pcm стоит а нужно поставить hdmi что вон так ухт ухтд автосвич на лучшее как бы разрешение hdr сеттинг авто hdr витя держит time zone more сеттинг сейчас more сеттинг зайдем на этот дисплей а вот смотри есть лэнгвич лэнгвич так ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну по идее должен быть русский я думаю вот русский тада есть русский язык отлично так но в принципе здесь по настройкам я думаю нет смысла все очень просто можно подключить естественно все да все что хочешь сюда можно подключить дальше это уже установленные программы давайте посмотрим что давайте посмотрим youtube и вот отлично все подключается как видите без проблем самое что интересно у меня просто телевизор еще без вайфай это самая последняя модель но вайфая к сожалению в ней нету поэтому видите тут у меня вариантов нету видео грузится вот это 4k видео ну понятно грузится на обычном звук у меня видите идет так нужно сделать что звук идет нормально так что я думаю все понятно с интернетом нет проблем сейчас я записал на жесткий диск на терабайтный жесткий диск я записал очень конечно я могу похвастаться своим новым на терабайтный жесткий диск я записал достаточно емкий фильм сейчас мы как раз проверим так я вставляю usb наверное вот это файл броузер а самое что интересное вы видите вам чуть 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 вылезает вот тут мне не очень нравится вот видите открылся я сейчас кстати а вот видно я не знаю видно вам или нет это фильм марсианин он записан в 4k это 56 гигабайт то есть 57 практически 56 92 то есть это достаточно емкий фильм который на этом телевизоре никогда в жизни не запустится сейчас посмотрим запусть так он просит выбрать видео проигрыватель либо обычный давайте попробуем вот обычно вот отлично это 4k видео я еще раз повторяюсь 4k то есть я считаю что он вас торопит но нельзя установить дату запуска при стольких неизвестных смотрите я могу еще перемотать проблем нет вообще никаких по вам давление топлива зеленый центровка двигателя отлично единственное что как то у меня такое ощущение что он как то подрагивает но опять же таки я же повторяюсь да вы можете скачать свой любимый плеер который реально тащит эти фильмы без всяких проблем видео плеер я имею ввиду и это обычный play market то есть в принципе здесь достаточно какой то есть еще коди о смотрите какой красивый мне кажется о этот не тормозит смотрите идет гладко и со звуком зависит все только от плеера то что вы поставили сейчас я выхожу итак видео мы проверили видео он тащит отлично также здесь есть обычный google play то есть да вы регистрируетесь абсолютно спокойно и у вас получается то есть вы можете поставить как я не знаю скайп вайбер все что у вас на телефоне все здесь будет работать так я сейчас добавлять свой аккаунт не буду по поводу по поводу памяти какой то а ну это очистка памяти вот у вас очистила и вот что стоит то есть это как абсолютно в обычном ну то есть допустим в обычном вашем телефоне если вы пользуете android телефоном то проблем у вас не будет вообще никаких то есть это по умолчанию вот смотрите это все стоит по умолчанию то есть вот это кстати программа обновления наверняка он еще кстати не обновился сейчас он проверит кстати нет это последняя версия видимо обновления не так часто медиа центр музыка настройки галерея галерея тоже абсолютно обычная а здесь вот открываются фотографии сейчас то что записаны на жестком диске так что тут еще у нас установка да по сути честно сказать обычный браузер вот это интернет можете поставить хром если вам нравится опять же таки все зависит только от ваших желаний да мне единственное что не нравится у меня такое ощущение что он немного вылезает как то за экраны когда включаешь программу какую то у него что то все а ну вот видите здесь можно screen rotation screen position screen resolution вот разрешение экрана можно сразу поставить хотя правильно 1080p а вот я авто выключил теперь наверное все будет влезать а вот видите можно здесь короче его можно передвинуть подвинуть и настроить под любой ваш экран также можно вывести на передний слой а вот еще любые смотрите заставки больше по программам здесь в принципе нет ничего такого что не было бы на телефоне это кстати достаточно хорошо то что здесь стоит очень мало всякой шушера которая в принципе не нужна здесь даже есть смотрите инструкция по ходу по всему этому делу то есть если вдруг вы не знаете как им пользоваться вот здесь есть все как пользоваться пультиком как вставлять видите дополнительные программы как пользоваться всеми настройками то есть есть все что грубо говоря вам нужно мышка я думаю подключается ну потому что в принципе обычный android все что как бы вам нужно там достаточно подключить мышку радио клавиатуру да вы сели на диван и у вас ну по сути хреновенький но компьютер у вас уже есть то есть да вы можете вот сюда например вывести на рабочий стол я не знаю что он нравится например play market вы часто пользуетесь все у вас видите вылез play market а вот у вас смотрите да вот то что сейчас запущено вот вы убираете закрываете ну все как в android если бы телевизор можно было бы еще тыкать у вас был бы огромный телефон ну не знаю на мой взгляд очень классная штука по крайней мере если у вас нету встроенного в телевизор плеера либо вы смотрите какие-то фильмы которые более 20 гигов занимают на флешке или на жестком диске то вполне классный вариант он маленький вы его можете я не знаю прилепить за телевизор то есть вы его никогда не увидите не услышите и проблем у вас никаких не будет кроме как наверное с переключением лучше конечно бы вот так вот его как то сделать потому что я так понимаю датчик находится здесь и переключение идет не очень хорошо вот я даже если в ту сторону кручу он уже не работает ну как бы китай понятное дело китай да я думаю на этом можно заканчивать вещь очень классная тянет фильм 57 гигабайт целый 4к фильм я думаю это приборчика вам хватит надолго цена его по моему 2 гигабайтной версии 2800 рублей по моему 1 гигабайтная где-то около 2000 то есть вы даже можете допустим вставить сюда флешку с вашей музыкой либо SD карту купить на 128 гигов записать туда кучу музыки она у вас будет все время находиться на телевизоре фотографии там еще что то вы быстро включили выключается она бац подождите вот одной кнопочкой она выключается и так же одной кнопочкой она включается грузится моментально то есть вот выключил я ее включил с вами как всегда я Макс если есть какие то вопросы обязательно спрашивайте пишите свои комментарии оставляйте вопросы не забываем подписываться всем удачи пока пока